Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Как вы помните, в прошлой части я нашел пропуск Бункер Чарли, и я узнал по вашим комментариям то, что в него можно добраться только с помощью вертолета Ми-24, который открывается аж на 76 уровне. Еще я узнал то, что на данный момент транспорты недоступны в этой игре, так как она сейчас находится в бета, и если я даже соберу мотоцикл, то использовать я его не смогу, так как транспорт пока что здесь, ну, недоступен. Еще без записи на меня напала Орда Зомби, которая снесла у меня вот эту стенку, и я так подумал то, что зачем мне строить новую, если сейчас нет онлайн игроков, сейчас нет онлайна в этой игре, только боты бегают, и получается то, что зомбаки же не могут сносить мои вот эти сундуки, так что вот эти стены можно даже не строить, я просто буду тратить на зря мои ресурсы, и на самом деле я подумал то, что это будет хороший план. В общем-то, сегодня, ребята, мы сходим еще раз в бункер Альфа, я думаю, потому что, ну, мне нужно еще немножечко ресурсов добыть, какие-нибудь новые фигнюшечки найти, может быть я найду пропуск в бункер Браво, который там уже посложнее будет, туда нужно будет подготовиться. И также мы вот в этом разделе плана будем изучать новые вещички, потому что у меня уже накопилось 13 поинтов, и мне нужно начать их тратить. Еще я без записи изучил вот этот вот, получается, факел, который, ну, нормально так стоится, я их несколько штук скрафтил, чтобы их использовать в дальнейшем. Вот, извините, что я это без записи сделал, просто я подумал то, что это уж новые оружки, ничего в этом интересного такого нет. Еще сегодня мы изучим вот этот вот коврик Welcome, потому что я уже устал реально бегать с одного конца карты, ну, в центр, чтобы прибежать к моему дому. На самом деле, можно было изначально схитрить и построить дом как раз-таки возле того уголка карты, но я, в общем-то, этого не знал, и сейчас мы, пожалуй, его скрафтим и поставим рядом с домом. Так, мой чувачок голодает, мы, пожалуй, сейчас морковку возьмем, ну, вот сюда это пока что поставим, скушаем вот это все. Это мы скушали и немножечко попьем. Все, теперь можно эту бутылку пойти поставить и набираться. У меня тут уже, кстати, есть несколько, но пусть пока что тут стоят, хотя можно забрать, потому что они у меня все равно застаканы. И сейчас, пожалуй, выкинем все вещи, которые мне не нужны в сундуке, потому что я вернулся только что с места, где я добывал камни, и вот немножечко добыл всего, так что мне нужно это все выложить. Потом давайте семена тоже, морковки посадим, чтобы они росли, хотя тут у меня уже аж остановилось от такого большого количества. Дальше я еще камни, кстати, не вытащил. Давайте положим камушек пока что, ой, не камушек, а вот это вот мяско сюда, чтобы оно готовилось. Так, у меня тут зомби. Кстати, смотрите, ребят, какой я бак, интересно, нашел. Можно бить сквозь стены. И меня тоже, конечно, могут бить, но, как бы, я тоже могу, как бы, бить, и в этом ничего такого нет. Все, отлично, мы убили аж двух чувачков. Можно залутать, наверное, даже, или как? Нет, залутать через стену нельзя, либо мне просто мои вещички мешают. Ладно, давайте сейчас мы покушаем, у меня не слишком много хп, у меня тут еще подарочки пришли, давайте их тоже заберем. И как раз-таки один из этих подарочков можно сейчас покушать, потому что хп не особо много, восстановимся хоть чуток. Еще, ребята, пожалуйста, напишите в комментарии, куда нужно девать вот эти вот банки, а то я их начал хранить, и просто пока что я не знаю, для чего они нужны. Сбросим вот сюда часы, потом, здесь у меня больше ничего такого редкого нет, и сбросим, пожалуй, осколки металла, провода, изоленту и вот эти вот бинты, ну, ткань на бандажи, как еще ее назвать. Хотя, можно, знаете, даже их скрафтить, что я туплю-то? У меня там нужно для чего-нибудь еще вот эта вот ткань? Давайте посмотрим. Так, здесь ни для чего не нужно, так что давайте возьмем сейчас немножко, пожалуй, кожи с животных, только где она у меня лежит-то? Ага, вот, и еще мне нужны веревочки. Ой, извините, я тут случайно кое-что сделал. И все, теперь мне, короче, нужно, получается, скрафтить просто и поставим рядом с домом. Хотя можно прямо в доме, наверное, поставить, я не знаю, можно так сделать или нет, так будет на самом деле удобней. Нет, это можно поставить только на земле, так что давайте вот сюда ставим. Хотя давайте-ка развернем, а то что-то вэлком написано для нас, когда мы выходим из дома, а лучше будет написано, когда мы будем заходить. Все, отлично, теперь мы будем спавниться здесь, и это на самом деле очень круто. Что теперь? Что теперь? Мне нужно еще раз разложить остальные вещи, которые мне не нужны. Хотя для начала давайте скрафтим немножко бандажей, хотя их тут так много у меня на самом деле. Я, кстати, заметил то, что очень часто вот эта ткань падает с различных монстров, когда их убиваешь. Из чувачков, которые боты бегают, и тогда можно полечиться после того, как они тебя немного продамажили. Вы мне сказали то, что одежду лучше не крафтить, потому что, ну, от такой даже и смысла нет, она слишком слабая. Так что я подумал, ну ладно. Изучим давайте, пожалуй, вот это. И изучим новый сундучок, кстати, достаточно крутой. Потом можно изучить вот это. Я не знаю, для чего оно, конечно, нужно, но мне сказали то, что из этого можно делать бекон. Ну, я подумал то, что окей, давайте изучим. Изучим ловушки, тоже понадобится. А это для чего? Так, это с одеждой работает. Ну, давайте возьмем. И можно, наверное, тесак, что ли, изучить. Хотя, блин, он из таких вещичек классных крафтится. Ну, я думаю то, что я их смогу набрать. Еще два поинта осталось. Нужно на что-то их истратить. Так, что не двигается? Ага, вот. Наверное, вот на это истратим. Как раз-таки два. И у нас уже будет открыто все, кроме одежды, ненужного транспорта и одной вот этой вот сломанной палки, типа оружия какого-то. Окей, мы это все изучили, потом я вернусь с бункера альфа, и мы уже, в общем-то, все это построим. Давайте мы возьмем один пропуск, пожалуй, пока что. Потом я возьму на всякий случай вот этот вот факел один, хотя у меня есть вот этот вот мачете. Знаете, вообще, откуда я его взял? Я просто три раза подряд умер, и мне его подарили. Если кто хочет получить себе мачете, просто три раза подряд умираете, и вам его просто так дарят. Вот такой вот прикольненький лайфхак. Так, что еще я хотел? Все, сбросить вещички, да, которые мне не нужны были, а то я уже слишком много так говорю, что аж забываюсь. Так, сюда поставим кожу. Так, а это то, это что? Травку сюда. И скинем вот эти вот камни. И вроде бы все, мы уже полностью готовы. Еще надо будет немножко еды скинуть, потому что слишком много ее у меня. И тут тоже, блин, надо большие сундуки уже начать делать, так как у меня уже реально место заканчивается в маленьких. Так, еду сюда скинем, вот это я, наверное, брать не буду. Хотя, знаете, она так неплохо восстанавливает здоровье, но я возьму, пожалуй, лучше морковку, потому что там эти жестяные банки остаются, от морковки ничего не остается, и лишнего места занимать не будет. Возьму 6 воды, бутылочек, и вот это вот я, пожалуй, засплетую и оставлю в моем сундуке, где у меня бандажи, вот сюда. Еще, кстати, смотрите, какую оружку прикольную нашел. Это вообще жесть, какая циркулярка, она аж 55 дамага сносит, но скорость не очень быстрая. Если я, конечно, нападу какому-нибудь громадному монстру со спиной, он меня даже не заметит, и этим, вот этим, как это называется, оружием, что ли, я смогу, короче, вынести практически все его здоровье, все его 240 хп, хотя там есть и 300, но, в общем-то, с одного удара я снесу достаточно много, потому что в три раза умножается, там просто 165 урона за один удар, это вообще жесть. Так, вроде бы мы полностью готовы, давайте еще раз посмотрим. Так, все вроде бы есть, пропуск есть, бандажи есть, вот сюда на быстрый слот это поставим, ну и все, можно, наверное, отправляться и попытаемся сейчас там все по-быстрому золотать. Что у меня там по здоровью-то не обратил внимания? 63 здоровья, сейчас покушаем еще немножко и как раз-таки уже будем в фулл хп, хотя что я боюсь-то в этом бункере альфа-то, по-моему, и монстров-то не было. Все, давайте побежали, он, кстати, загорелся почему-то таким вот желтым цветом, это не опасно для меня, интересно, потому что я обычно бегаю там, где желтенькое, ой, зелененькое, так что нужно быть, наверное, аккуратным, когда я сюда побегу. Потом можно будет к этому чуваку заглянуть на самом деле, потому что я у него уже один раз был и у него там были сломаны стены, я у него забрал пару таких вот прикольненьких вещечек, так что можно будет еще раз бегать. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас тут есть, мне еще сказали, что тут где-то есть мотоцикл, который можно золотать, но ему парень ответил в комментариях то, что как бы нельзя золотать, но давайте проверим, почему бы и нет. Только я не знаю, где он на самом деле находится, так что давайте побегаем, посмотрим, что здесь интересненького есть. Так, сюда я зайти не могу, окей. Ладно, пароля от бункера Альфа до сих пор, ребята, нету, потому что его еще не придумали. Ну, так как еще игра не доделана, пароля еще от бункера Альфа не существует, так что не спрашивайте в комментариях, какой пароль, типа я его должен найти. Его пока что нет, на самом деле, я тоже об этом не знал, но теперь знаю, спасибо вам, что комментарии мне подсказываете. Такс, а где мотоцикл-то здесь? Мне кажется, что туда даже попасть-то никак невозможно. Ну ладно, тогда не будем никуда бежать, я потому что не знаю, где здесь есть мотоцикл. Это что у нас тут? Тут ничего нет, я туда не могу. Так, побегаем еще раз здесь и попробуем уже золотать ящики. Так, а почему-то здесь уже какие-то они открытые. Такое ощущение, что я тут уже был, но, ну, наверное, текстурка ящика у этих, как его, как они называются, это я забываю, этих фигнюшечек она такая должна быть. Хотя, смотрите-ка, я тут уже как будто бы был. И тут ничего не обновилось, вы видите это? Так и должно что-ли быть? Я что-то пока что не догоняю. Сколько здесь атаки? Восемь это оставим, здесь это тоже мне не нужно. Блин, а что за бред? Получается, что-то как-то тупо. То, что я тут уже был. А что делать тогда? Мне что, получается, в другой надо бункер альфа идти? А где он? Я фиг его знает. Это вообще полный отстой, что сейчас происходит. Потому что у меня больше бункеров альфа я не видел. Если у меня их нет, то это реально очень тупо. Этот у меня, оказывается, бункер уже залутанный, и он не обновился или что-то в этом роде. Походу, они не обновляются вообще. Это тупо. Мне, получается, придется уже готовиться сейчас к бункеру Браво. Вот он здесь находится, очень далеко. Но у меня еще пропуска-то на него нет. Блин, это тупо. Так, у меня здесь аэрдроп. Давайте до дома вернемся по-быстрому. Конечно, так много энергии трачу. Потом можно будет вещи сбросить и к аэрдропу сбегать. Очень печально то, что бункер альфа сейчас для меня недоступен. К тому, чуваку, я забегать не буду, потому что появился этот аэрдроп. Я лучше на него сбегаю, потому что там могут быть крутые чувачки, которых я смогу убить и полутаться. Все, отлично. Заходим домой. Больше у меня нет никаких бункеров. Только всего три бункера. Чарли, Браво и Альфа. Альфа не обновился, так что можно... Что получается делать-то я даже не знаю, потому что что-то я... Меня сейчас ступор вела в этой ситуации. Я, честно говоря, не знаю. Еще вы мне написали в комментариях то, что мой персонаж реально может писать. Мне просто нужно, короче, взять, получается, вот это вот пиво, попить его. И после этого у меня вместо руки появится здесь иконка унитаза. И, короче, я смогу пописать. Вот такие вот дела. Так, сейчас мы сбросим, короче, получается, вещи вот эти вот ненужные. И в мотоцикл закинем. Я, конечно, знаю то, что пока что мотоцикл собрать нельзя. Но я буду сюда закидывать вещи, чтобы когда игра уже выйдет, у меня уже мотик был готов. Это будет круто на самом деле. Так, все остальное у меня уже есть и полностью готово. Можно их вот сюда куда-нибудь сбросить, эти вещи тогда. Так, раздолбанный телефон тоже, который вообще вы мне сказали не собирать. Он, типа, не нужен. Но я его собираю, потому что вдруг понадобится потом. Так, а что это у меня факел? У меня один сломанный. Ну, я их истрачу полностью, потом все окей тогда будет. Так, у меня здесь вещички есть на немножко защиты. И на скорость, кстати, спортивные кроссовочки. Отлично. Сейчас мы вот этот вот бекон скинем вот сюда. И, в общем-то, наверное, ткань скинем. И вот этот вот пропуск тоже. Потому что что-то он мне не понадобился даже. Это очень странно, ребята. Подскажите мне в комментариях, что мне делать с этой ситуацией. Потому что пока что я что-то не догоняю, что происходит. Типа, ну, очень странно то, что... Я думал, мне ребята в комментарии пишут, сходи еще раз в бункер Браво. Ой, в бункер Альфа. Там можно будет нормально так залутаться. Я туда пришел, а у меня там уже все залутано. Это вообще не классно. Так, у меня тут еще торговец появился. Ладно, энергии у меня хватает. Можно будет и к нему заглянуть. Хотя, не знаю, на чем он там меняется. Потому что обычно на гвозди, которых у меня еще нет, это на самом деле не классно. Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Что у нас тут в территории аэрдропа. Нужно быть аккуратным, потому что здесь могут и другие чуваки прибежать. В этом я на 100% уверен. Будем немножко собирать. Я эти ягодки сейчас буду кушать потихоньку, чтобы полностью восстановиться. Ох ты. О, здорово. Нужно быть очень аккуратным с этим. Уворачиваться, короче. Ага. В этот раз он решил на меня не плевать, а в этот решил плюнуть. Вот вонючка. Все, умирай. О, пропуск в альфа. Отлично. А дальше что? Там еще один зомбак. Давайте-ка мы присядем. Так у меня в быстром... О, щит. Не, пока. Он мне уже несколько раз, блин, попадается в аэрдропах. Я его точно убить не смогу. Давайте-то пока что убежим. Покушать или нет? Давайте покушаем. Что-то слишком мало хп. Сейчас какая-нибудь неожиданная встреча с каким-нибудь ботом. И все. Мне просто хана сразу. Еще нашел, короче, такой типа баг, как, ну, выживать, если у тебя очень мало хп. Если что, у меня будет такая ситуация, я вам покажу. Вот так. Там вижу противника. Надеюсь, это не тот здоровяк громадный. Ну, надеюсь на это. Ага, нет, это не он. Это вот такой вот дебил. Давайте мы сейчас его убьем. Этого быстрейка. Отлично. Все. У меня сломалась оружка. Мы сейчас берем новую. Ну, не новую, она уж старая. Просто уж закончим прочность ее немножко. Еще один такой же быстрый. Капец. Зажимаем. Вы мне просто писали в комментариях то, что можно зажимать. Я что-то всегда нажимаю, потому что у меня какое-то такое, какой-то рефлекс, что ли. Я не знаю, как это назвать. Вот. Ну все, теперь буду зажимать, чтобы по-быстрому. Этих зомбаков, кстати, с помощью этого факела можно вообще мочить с двух ударов. Если со спины, конечно, один раз подошел, они тебя даже ни разу ударить не успевают. Это очень хорошо. Так, у меня уже 100 хп. Так, здесь нужно быть аккуратным. Это, скорее всего, тот здоровяк там, да? Блин, я даже боюсь туда подходить. Если там еще дроп рядом с этим, то я вообще не знаю, что делать. Так, тихонечко давайте попробуем пройти. Надеюсь, это не он. Ага, это не он, окей. Это обычный зомбак. Убиваем. Все, вижу аэродроп. Сейчас мы его попробуем забрать тихонько. Если тут никого нет, конечно. Так, рядом кто-то стоит. И, надеюсь, это не здоровяк. Здоровяк, блин. Нужно очень аккуратно, быстро золотать. Нажму take all и просто валю отсюда. Ага, все, меня никто не палит. Отлично. Не знаю, сколько этот здоровяк на самом деле сносит, если честно. Еще ни разу с ним не воевал. И, пожалуй, боюсь это сделать. О, отлично. Нифига себе, классные вещи. Забираем. Так, теперь тихонько приседаем и бежим вот на этого зомбака. Можно, конечно, дождаться, короче, других противников. Ага, волк прибежал еще ко мне. О, это какой-то вообще крутой волк, бешеный. Он достаточно помощнее того. Так, окей. Можно, короче, побегать, дождаться того большого. Ой, не большого, а какого-нибудь бота, который здесь будет бегать. И потом его убить. Потому что с него может что-нибудь классное в итоге упасть. Покушаем немножко. Все, эта оружка у меня тоже сломалась. И если какой-нибудь чувачок появится, то можно будет даже мачете взять. А пока что просто побегаем. Посмотрим, что здесь еще интересного есть, кроме того чувака. Хотя знаете, как можно схитрить, чтобы его убить. Блин, я не знаю, сколько за него опыта, конечно, дадут. Ну, давайте попробуем кое-что сделать интересное. Сейчас мы к нему со спины подбежим. И потом я вам покажу прикол, который помогает, короче, мне бороться вот с такими вот здоровяками. Или когда у меня мало ХП и тому подобное. Сейчас посмотрим, смогу ли я его убить таким способом. И сколько он вообще сносит. А, он восемь всего лишь сносит. Ох, успел его мочкануть до того, как он взорвется. Или что, он там прыгал. Окей. А я уже думал, он вообще супер мощный. Оказывается, не такой уж и мощный. Блин, ну ладно, это на самом деле меня радует. Соберем всю травку давайте. Чтобы, короче, у меня были эти, как они называются-то? Сидс. Как они, блин, забыл. Семена, вот. Семена морковки. И, в общем-то, с помощью их я уже буду выращивать мою любимую морковку. Которую очень много восстанавливает. И вообще самая универсальная еда пока что на данный момент. Еще, конечно, из него можно сделать супчик. Но там вообще это полный бред, так как, ну, мы тратим, получается, бревна. И мы тратим, ну, морковку. Но там увеличивается всего лишь на 5 голода, что ли, или что-то в этом роде. Ну, вообще, короче, невыгодно. Так, тоже дерево можно пособирать, которое валяется в ветке. Ну, я жду, короче, противника, когда он прибежит-то ко мне. А то что-то нет и нет. Ох, ты появился. Появился кто-то, бежит на меня. Надеюсь, то, что это все-таки чувачок, а не зомби. Сейчас по-быстрому скушаем вот это все. И посмотрим, кто это там был-то такой. А, это зомбак, блин. Я уж обрадовался. Думал, сейчас ко мне кто-то прибежал. Ох, сколько крови после мачете, это жесть. Капец. После факела, конечно, поменьше. Даже что-то непривычно так аж режет жестко, аж кровяк и хлещет так из этих зомбарей-то. Вот это соберем, давайте. Блин, где мой долгожданный чувачок, который здесь будет бегать? Я его убью и заберу с него дроп. Я помню то, что ко мне прибежал такой классный бот. На нем вообще такая одежка была модная. Если бы у меня тогда в быстром слоте была морковка, я бы его убил. И у меня такая бы одежка классная была. Но я, блин, тогда лоханулся, и нифига у меня не получилось. Эту одежду, ребят, я сейчас буду, как бы, ну, одевать на своего персонажа. Вот. Но потом в дальнейшем, когда я уже буду... Ой, блин, у меня что-то тут зависло. Он в какую-то другую сторону бежит. Вот дурак, а. Сейчас. Так вот сделаем. Ой, и убежал в итоге. Ну ладно, пофиг. Что-то у меня просто бывает такое в эмуляторе зависает, и он куда-то бежит непонятно куда. Ладно, не дождались мы нашего чувачка, который прибежит к нам и поможет. Так что побежали к торговцу. Посмотрим, чем он торгует и что с ним, да как. Ну, давайте посмотрим. Можно будет там, кстати, побегать около него и тоже посмотреть, что он нам предлагает и что там у него рядом с ним валяется. Так, и что? Приветики. Что ты предлагаешь? Снова гвозди на эмочку. Офигеть. Блин. Это вообще классно. Ну, у меня гвозди этих дурацких нет. Где мне их взять, я не знаю. Кстати, ребята, напишите в комментарии, можно ли убивать вот этого вот дилера, этого трейдера. Потому что мне реально это интересно. Если я убью, может с него что-нибудь классное выпадет. Вот просто рил интересно. Если, конечно, это так, то на самом деле очень хорошо. Дерево, что ли, вот этого добыть у меня хватает там? На крафт. Блин, я камушек ни один не подбирал. Так, ты хочешь пить? Давай попьем. Отлично. Восстановили немного жажды. Если тут камни где-то валяются, то можно, конечно, подобрать три штуки и скрафтить себе топорик. И потом уже подобывать дерево, которое здесь есть. Если нет камня, то, в общем-то, пойдем отсюда домой. И не знаю, хватит ли у меня энергии, чтобы добежать быстренько. Либо же придется все-таки по времени добегать. Ладно, побежали. Что-то ничего нет интересного. Просто так энергию, можно сказать, потратили. Ну, это ожидаемо, потому что что-то мне не везет с трейдерами. Так как, ну, они мне предлагают только за гвозди. А гвоздей-то у меня нет. Это тупо. Ладно. Что еще? Напишите, пожалуйста, по поводу этого бункера альфа. Потому что меня реально эта тема что-то теперь мучает. Я не знаю, как быть. Это рил тупо. То, что я не могу еще раз бункер альфа золотать. Это полный отстой просто. Вы мне писали в комментах то, что вот, типа, ты можешь спокойненько золотать. А на самом деле это не так. Это вообще вот просто не классно. Я так хотел его еще раз золотать, потому что там могли быть реально классные вещички. Мог найти пропуска в бункер Браво. Но нифига, нифига такого. И это очень тупо. Так, у меня тут, кстати, часть двигателя появилась. Очень хорошо. Это что? О, для радио-тауэра мы нашли антенну. Отлично. Скоро можно сделать, будет клан какой-нибудь. Я, если что, ребят, играю на первом сервере. Вы мне в комментариях часто пишите. Я пытаюсь на них отвечать. Так что, кто не слышал, кто в комментарии не заходил после того, как я ответил, то я вам еще раз повторюсь, то что играю я на сервере номер один. Вот. Я там не особо выбирал. Еще я не знал то, что, типа, какой сервер самый крутой. И, в общем-то, решил выбрать именно первый. Там один или два были заняты, получается. И я зашел не на ход, который был вторым. Я зашел именно на первый. Так что, если что, извините, с кем я не на одном сервере. Хотя я бы мог на новый берите, но здесь придется все сначала начать. И это вообще полный отстой. Все сначала развиваться. Блин, как-то не очень классно. Так, заберем здесь воду. Сложим все в сундуки. Вот это. Вот это. И вроде бы антенну только осталось куда-нибудь сложить. И можно уже будет, наверное, серию заканчивать. В общем-то, ребята, сегодня у нас не получилось залутать бункер альфа. Потому что, ну, блин, он как-то не сработал. И что-то в этом роде. Я не знаю, что с этим теперь поделать. Вы мне, пожалуйста, в комментах подскажите. Просто, если вы писали то, что, типа, иди еще раз залутай. То, наверное, его еще раз как-то можно лутать. Но, может, у меня просто он не обновился. Или что. Еще что-то в этом роде. Это очень плохо. Это реально очень плохо. Я бы хотел, чтобы... Я бы его еще раз залутал. И было бы вообще все супер-пупер. Но, что-то, увы, как-то не сработало. Сработало. И просто полный отстой это. Ладно. В общем-то, ребята, мы хотя бы сбегали за аэродропом. И хоть какая-то эпичная серия была. Убили этого здоровяка громадного. Вообще так-то на изи. Я думал, он вообще какой-то супер-мощный. Сносит там по 50 урона. Но он оказался не такой уж и мощный. Всего лишь по 8 урона сносит. И если так посудить, то можно уже скоро будет, как бы, найти какую-нибудь суперскую одежку. Взять пистолет. И, кстати, напишите в комменты. Для пистолета нужен какой-нибудь, получается, патрон или что-нибудь в этом роде. И нужны же какие-нибудь боеприпасы, я думаю, или нет. Просто пока что не знаю. Если пойдем в бункер Браво, то придется все-таки мне его брать. Вы мне писали в комменты. Так что, если что, возьмем, ребята. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Подсказывайте мне что-нибудь в комментарии. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok